Ну, если раньше политическая жизнь как-то казалась мне без изменений, то теперь я принимаю активную честь, чтобы моя страна выжила и превратилась в европейскую страну. Ну, влияли, конечно, беспорядки эти всякие, машины эти гудели, безусловно, конечно. И не выйти никуда, естественно. Как всем пожилым людям, я думаю, всем было очень неудобно. Так что, все можно. Как по мне, для меня ничего не поменялось, по сути. Все осталось по-прежнему. Естественно, с санкцией, все это сказывается. С одной стороны, люди-то, обычно люди, не виноваты в этом. Но получается так, что подай мимо. А так, в принципе, вроде ничего не поменялось. Потому что, снова же, цены все это. По-моему, это все, на чем могло это отразиться. Ну, выезд люди, ладно, я там не езжу никуда за границу. Может, другие кто-то ездит. Снова же не могут выехать за границу, куда-то отдохнуть. Это так, в принципе, все то же самое. И цены? Цены на продукты растут, бензин, который раз. В прошлом году за год, сколько, раз 28 где-то поднялись. За этот год уже 23 раз дорожает бензин на одну копееку. Больше двух рублей скоро дойдем до доллара, наверное. Там тоже сказывается все. На мою личную жизнь это никак не повлияло. Потому что ни я, ни мои друзья, близкие не участвовали в этих событиях. Соответственно, задержаны они не были. Но, безусловно, все, что происходит, точнее, все, что происходило тогда и, в принципе, происходит сейчас, я думаю, для всех людей обычных, которых даже не участвовали в этом и не участвуют, все это выглядит странно. И само осознание того, что ты можешь просто идти по улице, не в той одежде, которая кому-то может показаться подходящей, дает право задержать себя и надеяться на какой-то справедливый суд в данной ситуации тоже не приходится. Поэтому, к счастью, меня это никак не затронуло. Но вот эти мысли, они, конечно, неприятные. Ну, это сложный вопрос, поскольку все, что происходит сейчас, понятно, что рано или поздно отразится на нашей жизни, поскольку те же санкции Европейского Союза, которые сейчас направлены, ну, давайте скажем, против нашей страны, да, они, безусловно, рано или поздно затронут нас, обычных людей. Поэтому, ну, я бы сказал, что в целом, наверное, сейчас все хорошо, но есть ожидание того, что скоро случится что-то не очень хорошее в плане... экономики, по крайней мере. На моей жизни? Ну, они отразились значительно. В первую очередь, я думаю, что сознание мое поменялось, да, то есть вот эта свобода, которую мы почувствовали, повлияла на те решения, которые я принимаю сейчас в жизни, скажем так, да. Плюс такая возможность, что это стало возможным. В принципе, мы ее не реализовали, но, по крайней мере, попытка изменила очень много в сознании людей. Она очень четко проложила черту между старшим поколением и младшим поколением, да. Мне кажется, немножко пошло на спад это вот глупое раболепие, да. Ну, истина, истина нас просветлила. К сожалению, не хватило, пока сил, да, то есть старое, но не уходит. Достаточно крепко сидит в наших умах и в молодых тоже. Ну, по крайней мере, мы увидели возможность изменений, и, ну, меня это вдохновило не сдаваться, потому что, наверное, до этого момента была некая такая апатия, что ничего в этой стране не поменяется, и, наверное, большинство белорусов мечтало отсюда уехать. А так появилась надежда, что все-таки нет, можно не уезжать, и, возможно, в нашей стране что-то изменится. Так что, ну, для меня... Для меня поменялось, но, к сожалению, пока не внешне, а скорее внутренне. Ну, внутренне дало больше люфт свободы, да, дало вот эту вот надежду, соответственно, продолжать, скажем так, что, может быть, мой лайфстайл, да, был правильным. Вот продолжать в том же ключе. Ну, удивило то, что мы, в принципе, смогли собраться. Наверное, от белорусов этого никто не ожидал, а в первую очередь сами белорусы. Поэтому это, ну, для меня это было самым удивительным. Все, что было остальное за следующий год со стороны властей, это было, ну, это было ожидаемо, конечно. Каждый борется за себя, и когда ты становишься в позицию уничтожения, ты приобретаешь дополнительную силу, да. То есть здесь новое и старое, то есть здесь нету компромиссов, и компромиссов, к сожалению, быть не будет. Поэтому нет власти, если вы имеете в виду власти, меня абсолютно не удивили. Это был очень ожидаемый ход с их стороны. Ну, это единственное, возможно, для них ход, на самом деле, остаться в живых. Вот. Ну, удивило то, что вот белорусы наконец-то смогли собраться. Наверное, молодое покорение больше удивило. Никак не повлияли. Хотя, ну, понятно, что изменилось в стране, но никак не повлияли. Они и так были, сейчас просто утвердились в том, что я, как сказать. Ну, то есть, и так были мои взгляды собственные. После выборов они еще больше укрепились, так, как я думаю. Ну, конечно, понятно, что люди проснулись, люди стали более сплоченнее, как-то более... Да, до этого мы спали-спали, а сейчас как-то это стало очевидно, что все так думают. Это стало очевидно. Так. Скажем так, что у власти не должен находиться человек очень долгое время. Должна быть сменяемость власти. Вот и все. Открылись глаза на многие вещи. Открылись глаза на многие вещи. Начал читать, узнавать многое. И, ну, в принципе, понимать, что что-то происходит не совсем так вот надо. Ну, конечно, читал из братьевной компании. Я думал, что, в принципе, все будет как обычно, как в 15-м. Ну, такого количества людей вышедших, конечно, не ожидал. Ко мне придут потом. Ну, как положительно, конечно. Положительно. Ну, конечно, протесты повлияли, во-первых. То, что было прошлым летом. Лично для меня это было такое достаточно большое моральное воодушевление. То есть, когда люди вышли, вот мы увидели все то, что мы увидели. Сейчас, наверное, ощущение небольшого сожаления от того, что, ну, как бы, все это закончилось ничем. Вот, но, ну, то есть сейчас как бы ходишь, смотришь, вроде жизнь идет своим плечом, хотя понимаешь, что, ну, на самом деле, просто, наверное, большинство из нас как бы затаилось и, ну, и чего-то ждет. Вот, ну, а в целом, да, сейчас, ну, такое немножко состояние, скажем так, как сказать, морально подавленное, но мы не теряем надежды. Как-то все чего-то ждем, вот, чего мы ждем, это вопрос. Ну, в целом, не знаю. Как-то так я могу описать свое состояние. Ну, на белорусов, я не могу сказать, что я как-то раньше на белорусов смотрела как-то вот, ну, как-то иначе. То есть, на самом деле, я, ну, люблю наш народ и независимо от того, там, что протесты, не протесты, я считаю, что мы очень хорошая, хорошая нация. И, да, в прошлом году мы показали, какими мы можем быть, вот, ну, то, что я как-то смотрю сейчас на людей, иначе этого, наверное, нет, потому что я всегда, ну, наших людей как бы любила, уважала. У меня не было такого, как иногда говорят, что вот, белорусы, там, какие-то зашибленные, ну, как бы, нет. Я, как бы, нас такими никогда не считала, поэтому, поэтому, да. Другое дело, что мы, ну, в таких условиях находимся, что сейчас достаточно сложно что-то предпринимать, потому что, естественно, инстинкт самосохранения, его никто не отменял, он есть у всех. Вот, поэтому, как бы, да, белорусами горжусь, люблю и Белоруссию, и надеюсь, что все будет доброе у нас. Вот. Так, ой, на мою жизнь, на мое восприятие многим вещам поизменилось. Ну, первое, это отношение к нашим госслужащим, к милиции, к тем, кто к судьям, тем, кто должен защищать, как бы охранять, кто должен судить, это первое. Второе, очень изменилось отношение к России, в худшую сторону, в лучшую изменилось отношение к Европе, к нашим соседям, которые западные и южные. Ну, лично, пока меня не коснулось, единственное, что я побывал в Жодино, познакомился как там, знаете где, да, вот. Вот, посмотрел, что на это беззаконие, ощутил вот на собственном опыте, вот. Вот это пока вот все, наверное, чем меня коснулось. Ну, надеюсь, что в дальнейшем будет все идти к лучшему. Ну, иметь в виду вот повседневная как-то зарплата, там, еще работа. Все, что угодно. Нет, ну, в этом плане на меня пока не повлияло это. То есть, я остался на той же работе, я, на зарплате-то моей не отразилось на доходах, отношения с друзьями у меня тоже не изменилось. Единственное, что, вот, кстати, еще, да, забыл, про возможность выезда за границу. Вот это, может, конечно, здесь еще и пандемия вот свои коррективы внесла, но выезд за границу у меня тоже осложнился. Я бы хотел там летом отдохнуть, куда-то съездить, но стало сложнее. У меня... Ну, опять же, как-то физически нет. Вот, единственное, что мое оказало влияние на мое мировосприятие в целом, вообще. Как я уже говорил, изменилось отношение к нашим соседям, странам. Ну, а больше, наверное, ничего, что еще изменилось. Ну, единственное, что, да, вот мне понравилось, я как-то начал верить в белорусов. Почему-то до этого я думал, что мы... Ну, смотрел, как чиновники наши, ну, на них вот как-то, и почему-то думал, распространял все это на всех белорусах. Но, если честно, что я вот посмотрел, увидел, что у нас реально много креативных, умных, которые могут что-то создать такой мирового масштаба. Даже локального, где-то вот, восточная Европа, там, вот здесь, что-то новое. И это новое, оно будет пользоваться с парусом за улежом, не только у нас внутри. Ну, удивила сплоченность. Вот я просто маленький пример приведу. И вот таких примеров просто много. А вот на этом одном можно увидеть. Я когда... Ну, мне знакомая рассказывала. Пользовалась услугами здесь, в Беларуси, в Минске, медицинскими. Вот. И пришла к врачу, там медсестра была, и были платные услуги. У нее такой браслетик был, бело-красный, или с орнаментом. И вот она говорит, что... Ну, медсестра говорит, у вас красивый браслетик. Она говорит, ну, да, у нас... У меня ни одной такой, у меня еще и одежда есть. Она говорит, м-м-м, наш человек, вот вам за это скидочка. Ну, мелочь, ну, приятно очень. И скидка, ну, была... Ну, в процентном... В абсолютном цифре небольшая, но в процентном, ну, да, процентов 30, наверное, ей скинули. Ну, приятно. И вот таких мелочей много. Никак. Абсолютно. Я в них не участвовал, но свои дела. У меня все нормально. Как повлияли? Честно? Очень негативно. Не сами протесты, собственно говоря, а результат, которые... Вернее, те действия, которые последовали в результате протеста. То есть это то, что со стороны власти происходило, и мы, я в частности, знал, предполагал, знал теоретически, Исходя из аксиомы, не проблема приобрести власть, прийти к власти, проблема ее удержать. И то, собственно, вот, какими путями это происходит в стране, Где человек, который ратует язву народ, это народ, ходит с автоматом и пытается в кого-то поцелиться. Потому что, извините, чувствую, не его это. Все время ушло уже. Председатель колхоза, в конце концов, максимум, что может, это рулить колхозом. Вот, те хозяйства, у нас сильная страна, хорошая земля, великолепные люди, работники, Но те решения, которые принимаются, довели до того, что все работают в убыток, люди выживают. И на этом фоне один человек взялся, возомнил себя Всевышним. Абсолютная власть дается. Один из показателей это принятие решений о лишении человеческой жизни. Кому это не дано. Даже в демократических странах. Но, тем не менее. То есть, тот результат, который последовал, он предсказуем, но не в такой степени, как казалось бы. И те последующие события, которые происходят, это преследование спецслужбами, в том числе силовыми структурами, тех участников, которые тем или иным способом были причастны. И сейчас проводят мероприятия с этим протестным движением, так называемым. Но, кроме горечи, ничего не вызывает досада. Ну, вот так вот стало жить хуже, морально. Гораздо хуже. Ну, разумеется, как вам сказать, за меня вот было до 9 августа, когда в теории все это происходило, то есть можно было видеть и кухонные разговоры, так называемые, люди где-то что-то как-то говорили, шептались. И после 9 августа, когда люди реально вышли на улицу и сказали свое мнение, высказали, попытались. Те же самые водители, которые поддержку сигналы подавали, когда я проезжал на машине, у меня аж вот стоят люди вдоль проезжей части с флажками, с белыми. Водитель сигналит, а то же мурашки по коже идут. Ощущение, что, ощущение единства такое, какое. Ну, где-то в этом плане, но, повторюсь, чувство горечи присутствует, опять же. Присутствует чувство горечи. Наверное, и еще потому, что вот, казалось бы, ну, Белсад великолепное средство массовой информации, опять же, но нет единства, нет организационной структуры, которая это, ну, как-то бы корректировала, объединила, может быть, вокруг ядра. Тот же самый Бариха попал, Тихановская, в отъезде, как в свои времена дедушка Ленина еще. Ну, хоть подполье был, но вокруг себя держал ядро таких, или люди держались вокруг него. Идейный вдохновитель нужен. Хотя, опять же, судьба идейного вдохновителя, она предсказуемая. Это все, походили уже. Где-то так, ну, разумеется, то есть до 9-го, после 9-го, дело времени. Но, опять же, результат предсказуем, озвучивать не буду. Все это наверняка понимают, к чему идет все. Ну, лично для меня это абсолютно, скажем так, ничего. Вот, наблюдая со стороны, почему-то складывается такое мнение, что люди стали более смелее, что ли, как-то высказывать свое мнение. И не боятся ни водометов, ни этих автозаков, ни окресина, ни арестов. Перестанут. Особенно это вот касается молодежи, это приятно, чертовски приятно. Приятно слышать то, что пенсионеры, которые, ну, основной электорат, как бы опора, тем не менее, высказывают свое мнение в отношении действующей власти. Крайне негативное. Ну, молодежь, молодежь, это наше будущее, собственно говоря. Их нужно держаться, прислушиваться. Молодцы, так держать. Живей в Беларусь, будешь жить. Очень плохо, очень плохо повлияли. Ну, как, в семье разлад. То есть, у каждого свои принципы. То есть, вот, получается такая ситуация. О чем тут можно говорить? Даже не знаю, что ответить вам. Вот такая ситуация. Ну, подробнее как? Ну, каждый при своих мнениях. Сколько людей, столько мнений, понимаете? Вот и все. Вот. Такое отношение, то есть, ну, и к государству, и вообще ко всему. Ну, как бы, я тоже волнуюсь за всю эту ситуацию. Ну, что тут сделаешь? Сами понимаете. Ну, просто людей запугали, вот и все. Штрафы и прочее, 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 прочее. Вот и все. О чем тут можно говорить? Люди боятся. Вот и все. Не очень даже приятно. Ну, как ощущается, плохо ощущается. Как оно может ощущаться при, сами понимаете, при нынешнем государстве. Вот и все. Извините, просто у меня нет. Будущее детей. У меня две дочки. У меня две дочки. А что дальше будет, я не знаю. Извините. То есть, я больше говорить ничего не хочу. Увидите.